На декабрь 2016 года. С тех пор очередь повысилась, естественно, количество семей. Сейчас, на сегодняшний день, 1138. С того момента, как мы встали на очередь, нам сказали про звание периодически обращаться в архитектуру и там узнавать новости по этому вопросу. Сначала, когда мы прозванивали, нам говорили, что есть земля в авиагородке, оно принадлежит Министерству обороны, они не хотят нам ее продавать, выделять и так далее. Вот там вы планируете участки, но никак не можем договориться с Министерством обороны. В итоге сейчас пришли к тому, что будут облагоражены в авиагородок, там будут строиться жилые массивы. Хорошо, прозваниваем дальше, через еще там год. Нам говорят, что у муниципалитета нет земли, мы обратились в Азовский район, пытаемся договориться с администрацией Азовского района. Администрация Азовского района отказывает говорить, что земли не идут. Ждем дальше, прозваниваем. В итоге, значит, в августе 2017 года проходит информация, выходит статья в газете «Вперед», в которой написано «Ура!» Администрация нашла участки, землю для многодетных. Выделится, будет выделено 50 гектаров в южно-промышленной зоне Фатайска. Это было 3 августа 2017 года. 1 декабря выходит статья про золотую сотню губернаторов, в которой говорится, что планируется построить на этой территории заводы. Что делает многодетные, какие у вас вообще перспективы? На самом деле проблема по участкам в Адмайске есть. У нас нет территории района, да, Азовский район, да, мы все обжаты территорией Ростова, Азовская и Азова. Поэтому развиваться нам дальше нет возможности. Пошли несколькими путями. Вы правильно сказали, мы просили землю у наших соседей, чтобы они нам такую выделили, есть участки, которые, например, Азовская земля, заходят прямо в город, вот где был пустырь район гипермаркета Магнит, где Красный Сад, вот, да, где там поля, это все-то Азовские земли. Мы просили, ну отрежьте нам кусочек, вот дайте на каких-то условиях, да. Власти подумали Азова, вот, или не против, так далее, и сказали купить. Ну, дорогу цену купить. Один, значит, вектар 5 миллионов рублей. Если умножить на всю очередь, для бюджета, ну, не может быть, такую сумму. Торгуемся, думаем, разговариваем, ищем у тебя варианты. Другой вариант. Бои пазы, которые вы сказали. То, что там было и пазы сформировано, такое сформировано там уже лет 5 назад. И то, что туда тянется инфраструктура, это хорошо. Мы нашли там место для участков по многодетным семьям. И она находится, вот, примыкает рядышком к новоквартирным домам, залу Нивы, которые там есть, между самой Нивой и ДНТ-Весна. Вот там целое поле, хорошее поле есть. Вот это там порядка 300 участков уже точно помещается для многодетных семей. Но что такое поле? Нет дороги, нет воды, нет канализации, нет ничего. Поэтому мы ведем туда, чтобы построить там какие-то предприятия и построить там жилье, там появилось для этого жилья, вода, свет и тогда нужно обеспечить их со структурой. Никто, кто поле, в том месте, никому не отдавал. Сейчас доформировались. Часто, когда строим учет, когда остались. И еще таким вариантом мы пошли. Попытаться разместить эту категорию граждан на территории садоводческих товариществ, ДНТ. Там есть масса участков, которые были сброшены. Хотя это хорошие районные части нашего города, там есть инфраструктура. Во многих ДНТ у нас есть прописка, там есть газ, электричество, дороги. Есть сброшенный целый квартал. Мы говорим, отдайте нам, дайте нам, мы их предоставим для застройки многодетным семям. Хорошие предложения. Но механизма законодательного такого пока нет. Мы просим депутата проработать, и дайте нам такую возможность. И мы решим эту проблему. Поэтому она не подвешена, она в работе, мы ее занимаемся. Можно? Попрос. Сразу по проводу дальше многодетные. Замечательно. Все хорошо. Нам выдали участки. Это мы последние многодетные семьи. Коису, конец Сумлянской. У нас там около 300 участков. Помежеванные все. В поле. Сколько лет уже, нам выдавали в 2013 году, дорог нет до сих пор. Много построились. Свет, спасибо им большое, дали практически за год. Вода через дорогу до моего дома. В 200 метров воды. Водоканал насчитал 800 тысяч. Ни воды, ни газа, ни дорог. Спасибо большое. Что дальше делать? Как нам дальше быть? Бьемся, и стали везде. И Москву куда?